и снова всем welcome это снова я на этот раз я в тайване вот такой вид открывается тут красивый из окна отеля приехал я по работе ну ненадолго так на дней 10 вот немного покажу типичный номер бизнес-отеля в тайване это отель шинчу рояль или royal то как его там называет в целом такая нормальная кровать от нормальных размеров то тут шкаф там что-то соответственно здесь вот ванна комната хожу вот я тут туалет целом достаточно просторно удобно чистенько мне мне нравится тут вот соответственно есть гардеробная что-то можно повесить погладить даже единственно только стиральной машинки нет а так можно было бы же здесь единственно что у меня еще тут не очень понравилось то что вот холодильник да вот сами видите но скудный выбор вообще ни о чем как бы просто даже так посудить вот что что это ну как бы одна полбанки колы до для человека ли там одна баночка пива то есть то есть это очень мало ну даже вот так просто даже азиату не огни гараж про европейцев что же ему одной баночки мало бы даже азиату это будет мало ну тут вот какие-то у них эти чай кофе чипсы орешки ну и тут чайник цены вот сами видите это в new taiwan доллар пожалуйста вот так там баночка пива стоит 100 долларов вот представьте да а вот там буквально через дорогу магазин и это баночка пива продается под по 30 или даже там 20 счет с чем-то долларов всего курс идет примерно грубо говоря на 100 100 рублей 100 рублей это где-то 75 где-то так 70 долларов ну что-то в этом духе то есть вот смотрите сейчас мы вам показываю вечер может под я вернулся с работы мы работаем здесь даже отсюда можно посмотреть вон там вот видно всякие там быть высокие здания это здание разных управлений там заводов и разных центров разработки это местная силиконовая долина в тайване есть его с вами силиконовая долина это город шинчу почти как шинджей но не шинджей соответственно вот здесь сейчас оттуда народ валит мы видим очень много скутеров и автомобиль но в основном на скутерах люди здесь прям повальная езда на скутерах у них скутеры везде причем вот самый прикол в том что не именно вот эти байки где там мех ну как вручную переключать а именно скутеры практически все вот вот видно вот отсюда все на скутеры причина простая это удобно это быстрее чем велосипед и можешь ехать дальше бензин недорогой кстати вам скажу знаете вот так вот сравнили сравнения литр бензина 28 долларов но местных это на рублей 40 45 рублей при том что тайвань не имеет своих запасов нефти она закупает их 45 рублей за литр бензина в целом арендовать байк стоит порядка 500 долларов на сутки 700 рублей примерно так то есть это достаточно нормальные цены учитывая то что на байке можно на байке можно проехать тут вообще куда угодно главное чтобы у вас была это лицензия international license вот которая для водителей мототранспорта и тому подобное а там вот впереди вот там видно поезда ездит это линия обычная поезда и также там есть линия шинкансен у них местный там тайваньский чем-то похож на японский скоростной поезд такой про носится быстро достаточно но стоит гораздо дешевле вот досюда почти досюда до доехать на шинкансене из тайпэя там тайпэй где-то я не знаю километров может 50 отсюда что-то в этом духе я точно не помню надо смотреть по карте в общем где-то 400 долларов мы заплатили это ну что 500 500 или 600 рублей но что-то в этом духе немного очень скажу вам так учитывая то что это скоростной поезд в японии таких цен нет ну так в целом тут нормально что можно сказать вообще про тайвань вообще тайвань достаточно технологически хорошо развитый город и в тайпэй в частности и вот эти вот шинчу где я нахожусь другие города я не знаю я не могу ничего сказать но как видно из-за того что вот даже по оценкам вот то что на улице происходит день быть там в пригородах я вот был когда мы ехали сюда но очень такое скажем так развиты государства не сказать что они прям без денег или как-то там и в целом в целом как бы достаточно все красиво хоже на но при этом вот как бы тайвань это вроде как часть и раньше раньше была часть часть китая потом они отделились и они как бы не хотят чтобы их называет называли китаем не знаю почему но вот там кстати на силиконовой долине очень интересные компании у них там работа работают и производители и микроэлектроники и чипов и разных девайсов в том числе там и дроны разрабатывают и робототехнику и там же находится компания это тес си м это мировой производитель чипов для почти всех смартфонов в том числе айфона и когда дональд трамп значит ввел какие-то санкции против китая в том числе и вот против всякой компании там huawei и вот этой компании тоже значит они очень стали недовольны то есть то что вот такие такую политику он ведет ну и в общем как следствие там у них сейчас негативное отношение вообще к американскому рынку но я приехал со стороны японии поэтому как бы все нормально вот и в принципе мне нравится там у них очень красиво у меня будет отдельное видео об этом городке там в этой силиконовой долине вы можете посмотреть там как она все выглядело что там есть и и вообще как бы в целом как устроена вот именно силиконовая долина в тайване вот видно да здесь дофига народу и кстати вон там он вон магазинчик он там синие синие вывеска вот вот магазин тут как раз где недорого можно купить себе и покушать и попить что-нибудь там очень всех здорово но в целом вот так вот я думаю где-то на выходных возможно куда-нибудь выйдем там путешествовать куда-нибудь ну ближайшие города мест достопримечательности может парк какой-то там или музей или храм какой-нибудь что что здесь вот самое популярное но в принципе вот и все что я хотел сегодня сказать если у вас остались какие-либо вопросы задавайте в комментариях с вами был дэн не забывайте подписываться ставить лайки и делитесь этим видео с друзьями нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новых видео все до связи